Указом президента России 2023 объявлен годом педагога и наставника. Это еще один повод сказать спасибо людям, которые дарят знания и путевку в жизнь, и еще одна возможность повысить статус и престиж этой профессии. О том, как в городском округе Люберцы дали старт году педагога и наставника, расскажет наш корреспондент. Любимые учитель, любимые учитель, дров наши ангел храните. В их адрес часто поступают слова благодарности за нелегкий труд и преданность своему делу. Но 2023 год призван обратить особое внимание на роль учителя в жизни каждого человека. Благодаря вашему труду, благодаря тому, что вы вкладываете свою душу, абсолютно точно работаете не по нормам часа, которые положены, а работаете так, пока последний ученик не уйдет из школы, пока последнему ученику не объяснишь тот объем знаний, который он должен получить. Торжественное открытие года педагога и наставника прошло в 27-й школе. Лучшие представители профессии получили из рук главы городского округа Люберцы благодарственные письма. Среди них учитель технологии 16-й гимназии Светлана Шишко. В этом году она подготовила 15 учеников, которые участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников. Девять из них прошли в заключительный этап. Гостям праздника показали дефиле из работ финалистов. Это творческие проекты, которые они защищают на Олимпиаде. Они готовили в течение всего года. Сейчас мы дорабатываем и с этим поедем в Казань. Я, конечно, жду лучшего. Я очень волнуюсь, очень переживаю за каждую из своих учениц. К региональному этапу я очень хотела, чтобы все победили. Так и вышло. Надеемся, что большинство учениц и наших учеников займут призовые места и на заключительном этапе. На протяжении всего года для российских педагогов проведут более 50 мероприятий. Ключевым событием станет Большая учительская неделя. В этот период состоится подведение итогов профессиональных конкурсов, собрание Всероссийского экспертного педагогического совета, а также серия форумов и фестивалей. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛРТ.